Новогодние праздники В период зимних чудес особая нагрузка ложится на плечи супервайзеров, специалистов по наземному обслуживанию воздушных судов. Именно они встречают и провожают самолеты. Широкофюзеляжные двухэтажные обслуживают за 85 минут, а на подготовку к вылету менее габаритных стальных птиц уходит и того меньше времени. Специалисты аэропорта утверждают, что на обслуживание такого типа самолета уходит не более 45 минут. Сейчас и проверим, справятся ли они, успеют ли сделать свою работу за отведенное время. Кстати, уже прошло три. На перроне с воздушным судном работают два супервайзера. Пока один контролирует разгрузку багажа и заправляет самолет топливом, другой занимается подачей телетрапа. Все, стыковка дальше. Включаем подсветку здесь, устанавливаем козырек. И делаю доклад центральному диспетчеру. Центральный, стоянка 5, телетрап установлен. Приняли, да. Каждая такая стыковка – дело поистине тонкое. Ювелирная. Максимальная длина, на которую выдвигается трап – 40 метров. Системы работают от электричества и гидравлики. Кроме того, каждый телетрап оснащен системой вентиляции и освещения. Кстати, последняя выполнена в стиле «Звездных войн». Никаких шуток, так даже в документах прописано. После этого, не теряя ни секунды, специалист по наземному обслуживанию воздушных судов приступает к осмотру борта. Обращаем внимание на то, чтобы отсутствовали новые какие-то повреждения воздушного судна. Как его обшивки, так и всяких разнообразных датчиков, его деталей. Контроль работы каждой из наземных систем и даже распределение багажа по отделениям, чтобы сбалансировать нагрузку. Всем этим занимаются диспетчеры. Разрешение на взлет поступает именно отсюда. Специалисты высоко оценивают профессионализм супервайзеров, а не глаза мозгового центра. Это как пилот, который управляет воздушным судном в воздухе, так супервайзер готовит воздушное судно к вылету на земле. А для этого обязательно нужно иметь техническое образование, уметь водить различные виды транспорта и регулярно проходить курсы авиационного образования. Наша работа является одной из самых уникальных работ в Крыму. Таких специалистов, как мы и наш коллектив. Можно пересчитать по пальцам. Алексей Гречихин работает в Симферопольском аэропорту с 2016 года. Делает это успешно. Даже занимается подготовкой новичков. Мужчина знает, как никто другой. Лучший показатель профессионализма в работе супервайзера – это любовь к своему делу. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.